Еще в средние века в Англии огромной популярностью пользовалась игра в мяч. Мяч гоняли по городским улицам и сельским дорогам огромные толпы людей без установленных правил. Его ловили, кидали, пинали, делали все, чтобы загнать на сторону противника. Так в 1823 году появилось регби. По официальным данным в России о регби впервые услышали в 1908 году. Но только 20 лет назад об этой игре узнали на Кубани. О развитии регби сегодня смотрите в репортаже Надежды Калининой и Игоря Ванчугова. Много лет в игре регби не было четко установленных правил. И каждый раз команды договаривались между собой об условиях спортивного состязания. Сегодня, после многих изменений и появления регламентации игры, этот уличный вид спорта стал олимпийской дисциплиной. В Краснодарском крае, в том числе и в Славянске-на-Кубани, этот спорт имеет огромные перспективы. Возможно, он станет дорогой для спортивных побед и юных славянцев. Потому как в очередной раз первенство России по регби прошло именно в нашем районе. Честно говоря, не у всех есть такие поля в таком хорошем состоянии. Приятно ребятам играть. Это нормально, хорошее поле, которое позволяет показывать хороший результат. И огромная благодарность от всей Краевой Федерации регби. В первенстве России по регби лицом к лицу столкнулись семь команд. Ребята из разных регионов России. В составе сборной Краснодарского края играют юноши из Славянского района. Один из них – Вячеслав Григоращенко. Как говорит спортсмен, регби – игра для сильных. Не только телом, но и духом. Я выбрал эту игру, потому что в остальных видах спорта мне не хватало чего-то такого, чего-то жесткости, чего-то силы, где можно проявить. Вот в регби я нашел то, что мне именно нужно для души. Регби – это игра джентльменов, я считаю. Ну и в регби можно найти себе настоящих. С 15 по 23 октября на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Виктория» будут длиться спортивные баталии. В первый день турнира сборная команда Краснодарского края встретилась со сборной города Ногинска. О результатах говорить пока еще рано. 23 октября состоятся заключительные матчи. Тогда и станет известно, какой команде предстоит защищать честь нашей страны на мировом чемпионате. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов, Александра Тимовская. Программа «События».